Ну что ж, позвольте начать. Я приветствую всех на Иннопроме. Мы начинаем дискуссию о Екатеринбурге, о социальных сетях и продвижении Екатеринбурга в социальных сетях. Называется это «Екатеринбург. Формирование имиджа территории в социальных сетях». Я представляю участников. Это Михаил Пономаренко, директор по маркерингу в социальных сетях агентства RA Digital. Это Кристина Хейден, вице-консул США по вопросам культуры, образования и СМИ. Это Михаил Бродский, генеральный директор информационного агентства ULC. Это Евгений Потапов, генеральный директор Урал Бизнес Консалтинг. Бывший генеральный директор Урал Бизнес Консалтинг. И Данил Силантьев, главный редактор портала IT-бург. Он должен подойти к нам с минуты на минуту. Какие вопросы предлагаются для обсуждения? Это обсудить, какие существуют площадки, официальные и неофициальные, на которых может продвигаться имидж территории. Это методы формирования собственного имиджа. Это способы увеличения посещаемости любых площадок, о которых мы только будем говорить. И это создание контента для этих площадок. И от себя я добавлю темы, на мой взгляд, первоочередные и важные. Это определение аудитории. Для кого мы работаем, или они работаете, или вы работаете в интернете. Для кого мы продвигаем, в чьих умах, в чьих глазах, в чьих ушах мы продвигаем имидж территории и с какой целью мы это делаем. Не будем терять времени. Давайте начнем. Кто из вас готов ответить на первый вопрос? Для кого работает продвижение территории? Кто наша аудитория? Ну давайте я. Вау. Итак. Меня слышно? Нормально? Окей. Значит, если мы говорим о аудитории социальных сетей на сегодняшний момент, то… Что слышно плохо, да? Сейчас. Ну давайте вот так. Заговорческим голосом. Окей. Еще раз. Если мы говорим про социальные сети, вообще про их аудиторию, то здесь стоит поделить на две основные… Я бы сейчас оказал большие площадки. То есть это социальные сети, которыми мы привыкли пользоваться в России и которые популярны среди русскоязычной аудитории и существуют в России. То есть это в первую очередь Одноклассники и ВКонтакте, да, там «Мой мир». И международные социальные сети, где присутствуют как российская аудитория, так и международная аудитория. Например, Facebook, например, Twitter. Во всех данных социальных сетях есть аудитория, там своя аудитория, и вы как пользователь, ну я надеюсь, что большинство из вас тоже является пользователями социальных сетей, в них присутствуете. Если мы возьмем, например, площадки на русском языке. Ну, есть такая замечательная площадка ВКонтакте, типичный Екатеринбург. Ну, вы ее, наверное, знаете, да? Понятно, что это такая, ну, неформальная площадка, но она очень популярна, если не ошибаюсь, там больше 120 тысяч подписчиков сейчас. Там есть замечательная площадка типичный, значит, да, типичный Екатеринбург, мой Екатеринбург и так далее. То есть там аудитория в основном молодая, и, соответственно, тот контент, который там идет, он рассчитан именно на аудиторию молодую. То есть это и юмор, это и какие-то интересные факты о городе, это обсуждение новостей и, безусловно, некий визуальный контент. То есть это фотографии там и так далее. Если мы говорим о площадках, например, официальных, то есть как, например, в Фейсбуке, либо ВКонтакте и так далее, там я бы сказал, что аудитория очень широкая, потому что если посмотреть на аудиторию социальных сетей, то ВКонтакте ядро – это, в первую очередь, люди 21-35 лет, а не школьники, как очень многие думают. Фейсбук – это примерно от 25 до 35, то есть вот это основное ядро. Именно эти люди и составляют то самое ядро комментариев, лайков и так далее, которые собирают посты. Если мы говорим, скажем, о площадках на иностранных языках, например, там официальная страница Екатеринбурга на английском языке или вот у проекта ULC Visit Екатеринбург, то аудитория примерно 50 на 50. То есть это люди, кто проживает здесь, в Екатеринбурге, россияне, ну либо иностранцы, они заходят на эту площадку, они ее читают. Например, там очень многие русские читают только из-за того, что на английском языке написано просто «потянуть язык». Иностранцы в основном, кто заходит, это… ну мы можем, конечно, только предполагать, потому что если человек заходит на страницу, косвенно это свидетельствует об интересе городу. Это может быть турист, это может быть бизнесмен, то есть человек, который сюда хочет приехать и смотрит вообще, что здесь есть, где этот город, вообще что здесь происходит. Или, например, это могут быть просто люди, которые, скажем, слышали что-то о Екатеринбурге, особенно в рамках Экспо. Спасибо, Михаил. К нам присоединился Даниил Силантьев, главный редактор портала IT Екатеринбург. Я хочу уточнить, эти люди, которые уже есть на площадках, которых вы перечислили, они из Екатеринбурга или из других городов? Ну, вот если говорить по Фейсбуку, вот именно я сейчас вот сужу о площадках на иностранных языках. Там, получается, примерно 40% это идет Европа-США, оставшаяся – это Россия. Но не стоит забывать, что, например, тот же самый Фейсбук, вот, например, вот Кристина Хейден, она живет в Екатеринбурге, и, соответственно, если она зайдет на Фейсбук, нажмет «Мне нравится» и так далее, она будет отображаться как пользователь из Екатеринбурга. Поэтому мы предполагаем, что из тех 60-50% подписчиков страниц на иностранных языках – это те люди, которые как, скажем, жители Екатеринбурга – гости города, так и иностранцы, которые в данный момент здесь проживают. Но примерно 50% приходится на США, Западную Европу и Азию. Очень сильно сейчас смотрят из Китая и Турции. То есть вот эти две азиатские страны… Это речь идет об англоязычных площадках? Да, то есть на английском, на испанском у нас еще есть, но я вот сужу именно по английским. Можно ли предположить, что этих людей интересует? Ну, Кристина, понятно, она здесь живет, но вот она здесь заходит, да? А люди, которые живут не здесь, что они ищут? Есть ли какие-то следы? Ну, я еще здесь, конечно, предоставлю потом слово коллегам, потому что они… Нет, это я предоставлю слово. Да, извините. Ну, значит, что в основном смотрят? Ну, безусловно, людей интересует информация вообще, что у нас здесь есть. Потому что город для иностранцев был закрыт очень долгое время, и сейчас они смотрят, говорят, да, например, вообще что такое Екатеринбург, где он находится, что здесь есть. Например, ну, визуальный контент, то есть, например, вот хорошая фотография, вот такая, то есть, люди смотрят, говорят, ух ты, да, на самом деле у вас есть там многоэтажки, у вас есть даже небоскреб, там, у вас есть даже генеральное консульство США, вот там ничего себе, да? На самом деле людей в основном интересует, то есть, что из себя представляет Екатеринбург, потому что, ну, о нем говорят, да? Что здесь есть, то есть, не только с туристической точки зрения, но и вообще, например, чем город живет. И третье, безусловно, как вообще выглядит этот город, потому что для многих иностранцев они знают, есть Москва, да, есть Петербург, а остальное – это Сибирь, там, in the middle of nowhere. Можно ли предположить, это люди, которые собираются к нам приехать, это люди, которые, ну, просто почему-то интересуются Екатеринбургом, может быть, здесь есть какие-то их знакомые, или нельзя делать такие предположения? Ну, вы знаете, здесь можно это предположить косвенно, то есть, есть просто ряд признаков, по которым мы можем судить, что почему человек зашел. Но, во-первых, так как социальные сети в значительной степени повлияли на то, как мы контент потребляем, и для, особенно вот американцев, да, для них абсолютно нормально не на сайт заходить, а посмотреть на страничку города в Фейсбуке, потому что там у Нью-Йорка есть страница в Фейсбуке, там, у Лос-Анджелеса. И люди, когда набирают, они смотрят, ну, например, скажем, может быть, Судача хочет приехать, может быть, он просто слышал о Екатеринбурге, ну, интересно, да, вот почему, вот там был, вот, скажем, джазовый фестиваль, или там вот будет выставка, вообще, что это за город. Туристы, да, то есть, и, например, по тем вопросам, которые люди... Не, но если человек ищет достопримечательности, турист, если ищет оборонные предприятия, шпион, понятно. Ну, вы знаете, я не думаю, что это хорошая идея выставлять фотографию оборонного предприятия в Фейсбуке. Вот туда посмотрите, там много чего можно найти, наверное. Не, ну, понятно, но и на Google Map можно увидеть, но я имею в виду, что от того, что мы выставим, там, ну, будет у нас там все там... Хорошо, понятно с иностранцами. Наши люди – это екатеринбуржцы или это люди из других городов? Потому что или мы продвигаем имидж нашей территории среди екатеринбуржцев, это все-таки несколько разной ситуации, или мы рассказываем, ну, почти с нуля для людей, которые, ну, что такое Уралмаш, понимаешь, вот рассказ о Буралмаше здесь для нас и рассказ о Буралмаше для человека из Москвы – это разные рассказы? Ну, смотрите, вот если мы говорим, опять же, про площадки на русском языке и про площадки на английском языке, да, примерно 70% – это Урал. То есть я бы сказал, это Урал. Дальше идет уже Москва, Санкт-Петербург и вот другие города. Хорошо, спасибо. Кто еще может добавить что-то о аудитории? Власть. Добрый день. Я не готовился, поэтому, может быть, немножко не системно, немножко не структурировано, тем не менее постараюсь не в ущерб качеству. Тушин Сергей, заместитель главы администрации Екатеринбурга. С учетом того, что я курирую в том числе и работу интернет-ресурсов, официального интернет-портала Екатеринбург.РФ, Екбург.РУ, иноязычных интернет-ресурсов официальных, тех официальных страничек, которые у нас работают в социальных сетях, в том числе иноязычных страничках в социальных сетях. Я делаю вам замечание. И в том числе координирую. Мы ни в коем случае не регулируем, не управляем, но так или иначе мы координируем работу тех сотрудников муниципалитета, которые являются активными пользователями, формирователями контента, я правильно слово употребляю, формирователями, я по-своему буду, содержания того, что размещается в сети интернет. Сразу хочу сказать, мы отдаем себе отчет, мы адекватны. Какое бы количество ресурсов, какое бы количество сил муниципалитет не потратил бы на формирование своего имиджа в социальных сетях, пропорции, количество, множество пользователей, которые живут абсолютно в своем, не всегда совпадающем по настроению, по содержанию с властями, оно в разы больше, и поэтому мы можем только частично влиять. Но некое броуновское движение, в котором вот та молекула, которую представляет муниципалитет, она чуть сильнее, наверное, чем все остальные, чем каждая из молекул по отдельности, но она не может определить все движение целиком. Это очень четко, мы для себя понимаем, это четко для себя представляем. Значит ли это, что мы откажемся от работы в социальных сетях, несмотря на то, что мы только мизерная часть, что мы миноритарии в этом процессе, точно совершенно, что не откажемся, мы будем усиливать наше присутствие. И если говорить о социальных сетях, усиливать именно за счет отдельных, конкретных представителей. Все равно вот это множество пользователей, оно не едино. У кого-то из пользователей, ну как у меня, 10 друзей в социальных сетях, у кого-то из пользователей, как у модератора, например, 15. Естественно, он более интересен, более значим, более востребован и так далее. Следующий момент очень важный. Я выступаю в какой-то степени как заказчик, а что нам надо от социальных сетей. Вот еще, я представляю власть, я представляю город. Мне четко есть понимание, что нам надо на сегодняшний день. И делю на две части, что нам надо в России, что нам надо за рубежом. Именно в России и за рубежом. Ориентируясь на зарубежного, в первую очередь, потребителя, мы тоже сегментируем для себя, на кого мы рассчитываем, на кого мы работаем. Сейчас я говорю только про тот сегмент, который регулируем мы, который в наших полномочиях, в нашей власти, на который мы так или иначе можем влиять. Это в первую очередь бизнес. Это в первую очередь бизнес. И здесь, что на официальных ресурсах, что на тех интернет-ресурсах, которые не относятся к социальным. Хотя сейчас можно разделить, что такое… Ну, наверное, все равно можно, да, можно разделить. Что в тех ресурсах, которые есть в социальных сетях, что на наших официальных интернет-ресурсах, ориентируясь на бизнес, простые, понятные вопросы. Как приехать, где поесть, где переночевать, какие гипотетически возможны интернет, как бизнес-проекты реализовывать, какой климат инвестиционный здесь и какие новости, которые для этой аудитории могут быть актуальны. Это первая часть. Первая часть аудитории. Вторая – туристы. Их можно там диверсировать. Причем деловой туризм – это тоже часть туризма, но все-таки мы для себя вычленяем. Бизнес – это бизнес. Туристы, не деляя их на части. Кто-то любители событийного туризма, кто-то представители, кто любит там говорить, этно-туризм – не суть важна. То есть для нас это один общий рынок. На них мы тоже ориентируемся. Первое – с точки зрения практической, приехать, поселиться, сколько стоит и так далее. Вторая часть – она уже более актуальна. Это и то, и то формирование имиджа территории, но здесь мы забрасываем якоря. Здесь мы забрасываем то, что абстрактного американского туриста может заинтересовать. Здесь мы формируем новости. Все, что касается и новости, и отдельной, кстати, группы – это тоже одна из частей нашей стратегии – формирование групп по интересам. Хотя, конечно, живое интернет-сообщество больше, чем мы, и качественное, чем мы формируем эти самые группы. Но есть у нас, например, то, что интересует иностранцев – это архитектура конструктивизма. Мы формируем эти новости, и мы формируем группы под конструктивизм. Есть упоминавшийся мной выше этнотуризм. Мы формируем группу под этот самый этнотуризм, демонстрируя наши возможности. Интересует на сегодняшний день Елцин. Мы формируем группу под Ельцина, под его историю, под памятник. Пусть даже ему нос… Это цинично. Пусть даже нос отбили вандалы. Их надо выпороть, наверное, в первую очередь, этих самых вандалов. Тем не менее, это событие нетривиальное, нестандартное для пользователей социальной сети. Оно, наверное, даже гораздо интереснее, нежели реальные факты из жизни Бориса Николаевича, нашего великого. Я для молодой аудитории обращаюсь и акцентирую на это внимание. Это и великий наш согражданин. При всем при том, что личность чрезвычайно неординарная, личность чрезвычайно неоднозначная. Не злоупотребляю я еще? Я формирую заказ. На сегодняшний день я формирую заказ. Так вот, еще раз. На сегодняшний день мы убеждаемся, мы еще не пришли к этой бисле, но мы убеждаемся, что наших внутренних ресурсов не хватает на то, чтобы тональность нужную для нас занять. На сегодняшний день мы приходим к тому, что нам необходимо выстраивать партнерские отношения с теми пользователями социальных сетей, которые имеют больше, чем я. Я 10, я уже упоминал, у Йенина, ну я очень условно, у Йенина 15, 16 друзей в социальных сетях, он для нас интересен. И на сегодняшний день мы выходим на уровень партнерских отношений. Это не, поймите, партнерские отношения, это не банальное, мы платим тебе 100 рублей, и ты пишешь про нас хорошо. Нет, нет, мы выходим на уровень партнерских отношений с пользователями. Вот под те сегменты, под те сферы, которые нам важны, которые нам интересны, и в которых вот эти вот самые пользователи, они для своей целевой аудитории, они важны, значимы и так далее. Я упоминал про конструктивизм. У нас есть архитекторы, здесь у нас, которые являются пользователями социальных сетей. У нас могут быть разные видения того, как должен развиваться город с этими архитекторами, но одинаковое понимание того, что памятники эпохи конструктивизма – это достояние. И мы можем найти вот общий язык и выстраивать партнерские отношения с этими самыми архитекторами именно с точки зрения продвижения вот этой нашей части в отдельной, может быть, группе или просто на страничке, которую ведет вот этот вот самый архитектор. Вот эта вот часть выстраивания отношений с отдельными пользователями по разным сферам, по разных сегментам, на сегодняшний день мы для себя, как власть, которая заинтересована в формировании имиджа территории, мы для себя ее выстраиваем. Спасибо большое. Последнее. Это касается и русских. Короткий вопрос. Вы работаете с отдельными пользователями в социальных сетях. У вас есть свои люди, которые формируют имидж? Мэри, ну, например, на портале Е1, которые работают на вас. Боты в смысле? Ну почему боты? Живые люди. Еще раз. Мы сегодня интересы в социальных сетях формируют и представляют исключительно живые, настоящие, под своими именами и фамилиями люди, те, которые, условно говоря, вовлечены в процесс, те, которые являются служащими. Это не является их должностными обязанностями. Это люди, работающие в мэрии или кто? Это, ну, в первую очередь, в первую очередь, в большинстве своем, это люди, которые работают в мэрии. Но их на сегодняшний день, конечно, не... Ну, я в том числе являюсь, пусть, может быть, не очень активным, но все равно пользователем социальных сетей, в Фейсбуке. Вот сейчас, только что, пока я сидел, я написал о нашей дискуссии, кого-то это заинтересовало, люди начинают подходить. Я смотрю, гораздо больше, чем во время начала дискуссии. Я убежден, что это ровно, потому что они услышали, прочитали в социальных сетях, и поэтому приходят. Сергей Геннадьевич, главное вовремя остановить, потому что не остановить, я каждый раз... А что, если не останавливать? Ну, он упадет, видимо, без сознания, просто когда-то, вот выдохнувшись часа через три. Кто что может добавить? Пока еще коротко, есть пару минут к первой теме. На кого мы работаем? Кто эта аудитория? В которой мы продвигаем? Да, пожалуйста, Кристина. Можно слышать? Нет? Да? Нормально? Да, слышно, просто нужно поближе к микрофону. Из-за того, что мы только что говорили и слышали о итогах правительства, я хочу сказать, что я читала доклад, ну, вообще по интернету в Америке, и я узнала, что больше, чем 90% американцев, у них есть, ну, такой-то смартфон. Значит, обязательно, что у правительства есть формальный и неформальный сайт в аудитории. Это очень-очень важно. И я только хочу добавить, что два года назад я работала на Ямайке, было обязательно выбрать следующую должность. Я видела имя Екатеринбурга. Я не знала ничего о Екатеринбурге. Конечно, я смотрела информацию по интернету, и в этом время было мало информации. Я только, ну, нашла информацию по Википедии. Это недостаточно. Сейчас я думаю, что это совсем по-другому. Мы улучшили информацию, особенно благодаря организации, как ULC. Но это очень важно знать, что аудитория разнообразная. Не только людей здесь, в России, но людей, ну, из всего мира, кто хочет знать больше о нашем городе. Спасибо. Спасибо большое. Мы за что-то добавили. Хорошо. Буквально, да, очень кратко. Я бы всю демографию социальных сетей за пределами России примерно бы определил так. То есть демографию социальных сетей на иностранных языках, прежде всего, на английском. Первое – это те, кто не хотят приехать или думают, что не хотят. Они не знают Россию, они боятся России, и они думают, что там страшно, там опасно. Но кто-то вот им подсказал, и, может быть, они вот так из любопытства, либо случайно попадают на некие странички. Вторая группа – это те, кто хотят приехать или те, кому просто нужно по делам. Там бизнес какой-то, те же музыканты, которые приглашают в генеральное консульство. Третья группа – это те, кто уже живет здесь. Это группа иностранцев, которые живут здесь и хотят познакомиться между собой, хотят общаться, хотят поддерживать какой-то культурный уровень, и между тем советуют друг другу, куда пойти. И, наконец, четвертая группа – это те, кто здесь уже пожил, те, кто уехали отсюда, и те, кто продолжает думать о России, советуют своим друзьям, и здесь цепочка замыкается. Вот те, кто здесь пожил, они знают, что это не страшно, они знают, что, оказывается, в России жить можно, и они советуют своим друзьям, те, кто в Россию вообще не знает, или те, кто думают, приехать или не приехать. Спасибо. Евгений Потапов, директор ERMOS. Ну, я тоже предложил свою квалификацию. Она у меня достаточно простая. То есть, по-моему, всю аудиторию можно разделить на две группы. Это те, кто набирает в поисковике слово Екатеринбург, и что-то ищет о нем, и это те, для которых мы… То есть информация о Екатеринбурге приходит совершенно случайно, и у них нет никакого интереса к Екатеринбурге. Они сидят в какой-то своей нише, занимаются какими-то своими интересами, хобби там, бизнесом, и для них Екатеринбург попадает случайно через там вторые, третьи руки. И поэтому, собственно говоря, для этого и существует какая-то сегментация. Те, кто ищут, должны получать ту информацию, которую они ищут, в том числе и в социальных сетях. Ну, а те, кто там через хобби вышел на коллег-единомышленников, ну, там это уже горизонтальные такие просто дружеские связи. Спасибо большое. Сейчас мы говорим о площадках, на которых формируется имидж Екатеринбурга. После каждой темы есть возможность задавать вопросы из зала, если они есть. И я напоминаю, что трансляцию этой дискуссии ведет ЕТВ. Вопросы есть или мы можем переходить к следующей теме? Если есть вопросы, поднимайте руки, я к вам подбегу быстро. Пока нет. Площадки. Короткий обзор площадок. Ну, тут все более-менее понятно, поэтому коротко. Какие есть? Официальные, неофициальные и эффективность заодно сразу же оцените. Кто начнет? Даниил. Включено, да? Отлично. Ну, давайте я не буду говорить про те площадки, про которые Михаил скажет лучше меня. Это традиционные социальные сети, в которые города выходят, выходят все более активно. Но я бы призвал людей, занятых маркетингом в социальных сетях для городов, обращать внимание на некоторые узконишевые проекты. Например, есть замечательный, огромный мировой сайт, сайт фанатов высотного строительства, skyscraper city.com. У него огромная посещаемость. Там есть большое сформированное екатеринбургское комьюнити, которое, вот я вас уверяю, бьется за екатеринбургские высотки, там с пользователями из других городов и реально очень много делает для продвижения, ну, вот этого нашего маленького элемента для хвастовства перед всеми остальными городами. При этом там екатеринбургская администрация, классические пиарщики вот этой площадки не видят совсем никак. Она очень интересна и своеобразна. Если вот пойти по таким нишевым площадкам, то их найдется, ну, с десяток, не с десяток, но несколько штук. Есть замечательная западная сеть LinkedIn, которую практически не знают в России, но которая является там основной средой делового общения. Где там Екатеринбург? Где там вообще хоть один российский город? Нету. Есть отдельные сети, проекты, которые связывают, например, мир айтишников, который мне очень близок. Вот, айти-мир очень космополитичен, но нам бы очень хотелось, чтобы Екатеринбург был одним из центров этого мира. Вот на этих площадках какая-то активность Екатеринбурга проявляется тогда, когда у нас проходят крупные ивенты в этом мире. Например, зимой в Екатеринбурге проходила первая в России конференция специалистов по языку питон. Ни Москва, ни Киев, ни какой другой русскоязычный город этого не проводил. Вот появилась там какая-то активность в среде вот этих питонистов. Я призываю к тому, что тяжело бороться за внимание пользователя на Фейсбуке. Там очень много раздражителей информационных. А вот в таких небольших узконешевых социальных сетях, которые там по типу взаимодействия, это все-таки социальные сети, вот там еще есть такое большое окно возможностей, где можно привлечь к Екатеринбургу и к различным индустриям внутри Екатеринбурга огромное внимание. Этим площадкам нужна какая-то помощь, например, от мэрии? Или они самодостаточны, потому что там есть люди, энтузиасты вот того, чем они там занимаются, и им и так хорошо? Понятно, что оно как-то живет и развивается, и там какие-то активности уже есть. Но мы же понимаем, что чем больше мы будем греть атмосферу, тем теплее она будет, тем больше нам оттуда вернется. В какой мере, наверное, посчитать тяжело и сложно. Но помощь там, любая помощь сверху, она всегда пригодится. Спасибо большое. Более традиционные площадки, пожалуйста, короткий обзор. Михаил, вы? Значит, если брать всем известные площадки, во первую очередь, если мы берем не официальные, то это, безусловно, ВКонтакте. То есть это ряд групп, которые посвящены Екатеринбурге. Сейчас у большинства СМИ есть там свои представительства. Это, безусловно, одноклассники. А если мы берем, например, тот же самый Facebook, значит, помимо… Ну, да, я здесь оглашусь как раз с Данилом, что есть некие неформальные проекты, которые… Они развиваются самостоятельно. В них есть и интересная информация. Ну, например, там нарисованный Екатеринбург. Отличный паблик. Оттуда, скажем, мы берем вот некоторые работы, да, для иллюстрации контента для страницы Екатеринбурга. Значит, из официальных есть, то есть как на русском, это отлично страница в Екатеринбург, в фейсбуке екбург.ру, есть на английском языке. Вот. Сейчас очень сильно идет развитие проекта Экспо, поэтому там все ресурсы, которые направлены на Экспо, это и Твиттер, это и Фейсбук и так далее, они все там работают. Более того, как правило, они ведутся на разных языках. То есть у того же самого Экспо есть на русском, на английском версии. Значит, сейчас очень сильно идет УРФУ. То есть там ребята у них целый отдел, вот они сидят, делают. Проект очень интересный. И это тоже косвенно влияет на формирование имиджа, да, потому что все равно пользователь может подчеркнуть и информацию о том, что у нас есть вот такой университет. Если еще, скажем, добавлять на, там, скажем, на иностранных языках, здесь еще можно брать проекты, которые посвящены какой-либо субкультуре. Например, это вот проходила сатинография, мне потом попадались по определенным тегам на, там, азиатских сайтах даже про это писали. Есть, например, проекты, которые посвящены только конструктивизму или, например, каким-то вещам, которые есть у нас вот только на Урале. И это, да, там, это здорово. И еще один сегмент — это коммерческие проекты, которые продвигаются с помощью социальной сети. Ну, например, это англоязычная газета «Your Екачеренбург», да, то есть она у нас такая одна, но очень эффективно присутствует в Фейсбуке. И это логично, потому что там аудитория очень, ну, там, очень хорошо ее там читает, потребляет. Или, например, вот проектом ULC, да, который помимо веба есть еще в Фейсбуке. Это было вполне логично, потому что там очень много западной аудитории. Поэтому есть как официальные площадки, которые охватывают основные социальные сети с основной аудиторией, то есть ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер и Фейсбук. Есть официальные, которые охватывают, как правило, даже больше. Ну, последнее, что еще добавлю. Да, есть, скажем, те сети, которые, там, сервисы, которые в России пока не очень популярны. Или там, ну, малоизвестно, скажем, есть LinkedIn, есть его русская копия профессионалы. Для того, чтобы там продвигаться, у нас были у агентства заказы на LinkedIn. Это очень специфическая сеть. Там нужно действительно порабатывать очень грамотную стратегию, как там выстрелить. Есть, например, вы знаете такую сеть Pinterest? Pinterest. Это имиджбор, то есть это вот большие такие вот картинки. В России вообще проект не пошел. У него там аудитория русская, что-то 0,7%. Понятно, что, например, там, если вы делаете, этот проект должен быть, ну, прямо вот вестерн, там, вестерн-ориенте, потому что по-другому, но он просто не выстрелит. Спасибо. Михаил, вот если бы я захотел заняться продвижением имиджа Екатеринбурга, и у вас бы спросил, назовите три площадки, вот которые должен занять первые. Что бы вы назвали? Для какой аудитории? Common, общая. Ну, смотрите, если, ну, окей, вот так, если общая, ну, Facebook, ВКонтакте. Раз, ВКонтакте. ВКонтакте, ну и Twitter. И Twitter. Ну, допустим, официальные площадки вы не называете вообще тогда. Почему есть? Так они есть вот эти… Нет, вот три, вы мне посоветовали три, они все неофициальные. Нет, мы говорим о социальных сетях. Я говорю о всех площадках, вот где угодно. Может быть, я сайт мэрии займу и начну продвигаться там. Нет, так подождите, мы сейчас говорим о чем? Что если, например, мы используем социальные сети для продвижения, какие нужно взять в первую очередь? Еще раз говорю, здесь зависит от аудитории. Если мы работаем на западную аудиторию, в первую очередь это будет Facebook, Twitter, но дальше мы смотрим, для какой цели. То есть, может быть, мы будем наши там туристические объекты представлять на Pinterest, либо на еще какой-то там другой социальной сети. Если мы говорим про русскую аудиторию, мы для каждой площадки, потому что в одноклассниках общение одно. Там абсолютно другой формат, отличающийся от ВКонтакте. Как люди там общаются и как здесь общаются. Сайт – это вообще другое. То есть, ну, это просто… это абсолютно другой бэкграунд. Может быть, ну, американцы побоятся зайти там в зону RU, но они точно зайдут в Facebook, потому что он им понятен. По площадкам еще кто добавит? Пожалуйста, Евгений. Я вот думаю, что здесь… Ближе. Я думаю, что сейчас бессмысленно делать акцент именно на площадках, потому что все площадки максимум интегрированы друг в друга. Ты постишь глубоко там в одной сети, через момент миллион там просмотров совершенно в другой сети. И поэтому здесь, видимо, все-таки акцент не на том, какую площадку занимать, а о том, какой адекватный контент генерировать для каждой социальной сети, по большому счету. Ну, о контекте мы поговорили еще сегодня, да? Ну, я просто, например, скажу, что в Инстаграме огромной популярностью пользуются фотографии, объектов там, стенографии, искусства какого-то. То есть маленькая там фотография может добавить огромное количество лайков и потом быть там и в Facebook уйти, и куда угодно. Поэтому здесь вопрос все-таки не в площадке, а в адекватном контенте и в адекватных пользователях. Да, пожалуйста, Кистина. Ну, по-моему, по моему взгляду, мне кажется, есть несколько очень известных сайтов, и я посоветую неформальные сайты, как Foursquare. Может быть, вы знаете об этом. Сейчас, в данный момент вообще, людям очень нравится личный совет. Я имею в виду, я хочу знать, где люди были, где людям нравится кушать, купить вещи. И в этом случае сайты как Foursquare замечательные. Или ULC тоже. Мы хотим, чтобы я могу посмотреть, где я здесь, где я находиться. Окей. Вот. Магазин неделоко от меня. И есть, ну, хорошие reviews. Это очень известно в Америке. Мне кажется, это более известный в России. И тоже есть Instagram. Instagram – это чуть-чуть как Pinterest, но совсем легче. Вы можете сделать фото, а потом сразу отправить фото или на Facebook, или на Twitter. Ну, вообще, друзья, посмотрите, где я сейчас. Посмотрите, что я делаю сейчас. Это очень интересно, что я сделала чек-ин по Foursquare. Несколько недель назад. Один из моих школьников, он сказал, я видела вас, я посмотрела вас по телевизору. Я сказала, как вы знаете, что я была по телевизору? Он сказал, я видел ваш чек-ин на Foursquare, а потом я посмотрела телевидение. Это очень интересно. Это один метод, как мы можем общаться с аудиторией. Я бы еще, если позволить, Евгений, я бы к этому добавил, что может быть продвижение прямое, и может быть продвижение косвенное. Еще может быть продвижение именно со стороны государственных структур, а может быть продвижение со стороны частных структур. И это иногда бывает более эффективно, потому что, вот как Кристина сказала, есть некий эффект незнакомца. Мы часто доверяем больше незнакомцу, потому что у этого незнакомца как бы нет своего интереса. То есть вот если, такой чисто бытовой пример, если идет некая вот, ну допустим, старая женщина, ну вот идет себе и идет. Но если это наша соседка, то мы, скорее всего, скажем, либо бабуля пошла, либо корга поползла. Поэтому, естественным образом, у государственных структур, у продвижения, скажем, со стороны мэрии, есть явная заинтересованность. И поэтому информация будет подаваться скорее с положительным, каким-то сторону положительного эффекта, положительные новости. С другой стороны, у частных структур тоже нет интереса поливать город или поливать область грязью. Но там возможны как положительные, так и отрицательные комментарии. И поэтому я полагаю, что все-таки мы должны существовать вместе, сосуществовать на пространстве интернета. И у государственных служб просто есть одна задача – показать, какой город привлекательный, скажем, инвестиционно, прежде всего для бизнеса. У частных структур скорее другая задача. Вы сказали, что, скажем, бизнесу интересно, где поесть, где переночевать. Я вот не соглашусь, потому что как раз, когда приезжают какие-то компании, хозяева отвечают за то, где их разместить и где они поедят. Это, скорее всего, рекомендация хозяев. А вот когда приезжают именно транзитные пассажиры, когда приезжают друзья, когда приезжают студентов, все больше и больше становится, они занимают наши хостелы. Когда приезжают туристы, вот тогда им важнее именно эффект незнакомца, им важнее частное мнение на Foursquare или на других площадках. И здесь как раз вот частные проекты должны занимать лидирующие позиции. Закончили обсуждение площадок. Спасибо. Перейдем скоро к методам формирования имиджа. Вопросы есть? Я напоминаю, что нас транслирует ЕТВ, и мне обещали вопросы оттуда, если они будут. Я так продюсерам машу ручкой и напоминаю об этом, что это все можно сделать. Вопросы есть? У меня есть вопрос к аудитории. Если бы у вас спросили, ну я это сейчас и делаю, я спрашиваю у вас, вы бы какие площадки посоветовали? Есть Екатеринбург, есть задача продвинуть Екатеринбург. Вы все есть в интернете где-то, кто где. Вот что бы вы посоветовали как простые пользователи? Я сейчас ко всем начну. Кто может? Ну вот вы, пожалуйста. Да, посоветуйте, где? Я бы посоветовала в принципе ВКонтакте, так же типичный Екатеринбург, я там сижу и в принципе могла бы его посоветовать. Ну и одноклассники, мой мир. А зачем вы там сидите, что вы там ищете? Мне интересны новости города, интересно, что нового происходит, что актуально сейчас. Бывало такое, что ваше мнение о событии в городе, ну не в целом о городе, это слишком глобально, о событии в городе, о чем-то еще менялось под воздействием информации, которую вы там получали? Да, в принципе нет. Складывалось такое, какое есть. То есть, что бы там ни было, ваше мнение осталось прежним. Кто что еще может посоветовать? Ну я же ко всем буду подходить. Я к Данилу присоединяюсь. Площадка Skyscraper, она достаточно интересная, там профессиональное такое сообщество, люди, которые интересуются архитектурой, которые интересуются развитием города. На самом деле стоит обратить внимание. Спасибо. Прошу вас. Вы, что вы посоветуете нам всем? Я бы посоветовал пользоваться хэштегами. Пользоваться хэштегами. Наверное, да. Может, стоит пояснить, что это такое. Это особые метки, которые помогают найти какую-то информацию. Спасибо. Ну и вас еще спрошу. Вы что посоветуете? Я бы посоветовала Инстаграм. Буквально сейчас мода на него, и все пользуются. И у нас в Екатеринбурге прошла первая выставка фото из Инстаграма. Сновали там свои фотографии. Представляете, вы выложили личное фото, а оно оказалось на выставке. По-моему, отличный бонус. Спасибо большое. Переходим к следующей теме. К методам формирования имиджа. По-моему, для меня это самое интересное, потому что вот эта технология, вот эта работа, когда на этих площадках нам нужно, а, продвинуть город, б, ну, возможно, поменять его имидж по сравнению с тем, что уже существует. Какие методы продвижения, формирования имиджа Екатеринбурга любой территории в социальных сетях и вообще в интернете существуют? Какие используются, какие не используются мало? Давайте начнем с вас, например, Евгений. Ну, существует много методов, но в России исторически есть два. Это значит создать ботов, и когда сидит агентство или отдельный человек, и просто там одновременно ведет там тысячу аккаунтов, лайкает и что-то пишет. То есть, ну, это все быстро вычисляется, это неинтересно, это все понятно. И второй известный метод – это генерировать какие-то события, реагировать на какие-то события и позволять пользователям самим что-то писать и пытаться, ну, условно говоря, модерировать это. Потому что, ну, в принципе, у нас пока, к сожалению, актуален метод ботоводства, потому что цивилизованной дискуссии между властью, между какими-то субъектами и пользователями практически нету. То есть, вот последние годы, последние события это показали, но все идет к тому, что интернет становится предельно честным, он становится полностью персонализованным, то есть уже невозможно вести анонимные кампании, и единственным способом это будет, вот именно, как скажем, условно модерация контента, генерация поводов и взаимодействие там. Вот как лично человек, имеющий 15 френдов, будет взаимодействовать со своими 15 френдами. Но мы же сейчас говорим, я подчеркну, не о формировании реакции на какое-то однократное событие, а о продвижении, долгосрочном, долговременном продвижении территории в целом. Я об этом говорю, что тогда территория должна формировать некую долгосрочную программу, в которую будет вбрасывать информационные поводы, будет вбрасывать какие-то контент, и вот он будет потихонечку как по воде кругами расходиться и вызывать реакцию пользователей. И, собственно говоря, генерация поводов в бросах – это и есть способ продвижения. То есть должен быть некий рассеиватель контента? Может быть рассеиватель, может быть град, который заливает все, значит, полностью все квадратные метры. То есть это в зависимости от того, где будем. Еще раз говорю, что сети – это стихия, это не поддается такому строгому кому-то, что вот так оно должно быть. Но есть же специалисты, которые говорят, что мы вот вам сделаем все и будем управлять этой стихией. Я быстренько сейчас приведу пример. Наши соседи челябинцы жили, никого не трогали. Над ними пролетел метеорит. Первый этап – весь мир узнал, что есть Челябинск. Второй этап – весь мир узнал, что там разговаривают только матом. Третий этап – узнали, что у всех русских есть в автомобилях регистраторы, и там, по-моему, все телеканалы снимали сюжеты. То есть, собственно говоря, это невозможно смоделировать, но это невозможно. То есть сейчас уже пытаются делать какие-то фильмы, как на регистраторах люди друг другу помогают в России. Но вот, собственно говоря, как можно имидж вот так сообразить, как оно будет? Мы же не знаем. Что-то стреляет миллионами килограмм, что-то нет. Вы упомянули. Я видел вот это 5 или 7 минут на нарезочке, как все видели, да? Как люди в России помогают. Вы видели, Кристина? Да, да, да. Видели, помогают на дорогах. Вот там бабушка упала, там еще что-то, там котенок упал на дороге, котенок, не знаю, что он там делал. Большегруз остановился, водитель выбежал. Это кто сделали? Сделал. Это сделали пользователи или это сделало КГБ для продвижения имиджа России? Это уже, говорится, сделал тот, кто знает, но нам-то не все ли равно, кто это сделал, по большому счету. Нет, здесь вопрос в том, что это стихия, когда ну кто-то вот взял и сделал, оно сработало, оно пошло. Или это было сознательное формирование имиджа России со стороны, ну, госорганов, естественно? Мое личное мнение, да, мое личное мнение, мне кажется, что это было сделано кем-то специально, уж там субъект, я не знаю. Хотя я не исключаю, что это был какой-то отдельный человек, который просто вот у него задавило его, он сел там за 10 минут, все нарезал и вывалил. Такое тоже может быть и возможно. Это еще раз говорю, формирование информационного повода, я буквально заканчиваю, стимулирует реакцию пользователя. И поэтому, чем больше мы задели пользователя за живое, чем больше мы у него пробудили внутренней энергии, тем большая вероятность, что он направит эту энергию в мирное, ну или не в мирное русло. Спасибо. Михаил Бродский, генеральный директор ULC. Как можно формировать имидж, можно ли формировать его вообще и как на это влияет со стороны? Ближе. Продолжил эту линию. Есть фотографии постановочные, но вот у нас сейчас у всех есть и фотоаппараты, есть телефоны. И мы знаем, что можно сделать постановочные такие студийные фотографии, но нет ничего лучше, чем заснять вот что-то такое в реальной жизни, чего не сможет поймать там никакая студия, потому что человек вот живой в динамике. И искусство фотографии это именно вот динамика в статике. Я полагаю, что с интернет-ресурсами, с продвижением такая же картина. Можно делать, конечно, вбросы сознательные и формировать имидж сознательно, и это правильно, и это должно быть, и это долгосрочная стратегия. Но с другой стороны, хорошо очень играет эффект, вот именно эффект знакомого человека, который что-то увидел, эффект замоченной скважины, я бы так сказал, что-то подсмотренное, случайно, чего на самом деле смонтажировать никак нельзя. И вот такими вещами пренебрегать ни в коем случае нельзя. Имидж долго зарабатывается, легко теряется, а цена этому бывает, ну, вся жизнь или репутация компании. Поэтому я считаю, опять же, как представитель частного проекта и именно проекта, направленного на продвижение Екатеринбурга в англоязычном мире, я считаю, что нет ничего лучше, чем того, что называется сейчас crowdsourcing. Crowdsourcing – это когда мы привлекаем людей, лояльно расположенных к нам, со своими мнениями, блогами, фотографиями, какими-то своими жизненными наблюдениями. И вот это вот как раз вот эффект, как раз в данном случае это будет эффект знакомца. Человек там побывал, это вот first-hand experience, как говорят по-английски. Я там был, я это видел, я могу с этим поделиться. И вот здесь как раз важен такой вот момент, когда знакомые, начинаю приглашать знакомых, это вот friends of friends. На самом деле, я полагаю, что не 15, не 16 у всех у нас друзей, а счет на сотни, на тысячи. И именно поэтому, когда вот друзья друзей начинают видеть, ага, кому-то это нравится, и начинают вот идти к нам, я полагаю, что на самом деле никакой впрыск искусственный, который вместе с тем должен присутствовать в долгосрочном эффекте, должны быть искусственные впрыски. Но нет ничего лучше вот таких живых событий. Не просто как люди среагировали на метеорит, а то, что люди помогали друг другу, что помощь пришла. И вот именно, когда мы сосредоточиваем внимание на таких моментах, человеческих, жизненных, это очень положительно влияет на формирование имиджа. Но все-таки, как вы считаете, можно ли управлять этим процессом? Ну потому что, если нельзя тогда, ну вот нет Сергея Геннадьевича, до свидания Сергея Геннадьевича. Правильно, что вас здесь нету. Вы же ничего не можете с этим сделать. Определенные элементы управления могут быть. Потому что, если, скажем, идет со стороны, я не знаю почему, ну допустим, со стороны некоего русофоба идет поливание грязью некоего региона, а мы знаем, что ложка дегтя портит бочку меда, и поэтому эта грязь может разливаться дальше и дальше, то я полагаю, что нужно, ну не то, чтобы этого человека остановить, но во всяком случае понять его мотивацию и, ну и так скажем, действительно управлять такими процессами. Если же идет развитие в разных направлениях, кому-то интересна культура, кому-то интересен спорт, кому-то интересен английский язык, кому-то испанский. Я полагаю, что на самом деле управление может быть, но оно должно быть очень общим. Что в принципе нам всем интересно продвижение региона, нам всем интересно положительное продвижение региона, Нам всем интересно то, что не устраивает иностранцев, следовательно, над чем нужно поработать и сделать регион еще более привлекательным. В этом плане, я полагаю, некое управление может быть. Ну, я от себя добавлю, что, наверное, можно зачислить в управлении имиджем региона создание ресурсов с информацией о регионе, легко доступных, легко ищущихся, с хорошей информацией, потому что мы как бы виртуально приходим в этот город. Мы там найдем, что нам нужно или не найдем. Виртуальный общественный транспорт там хорошо работает? Я проеду до этой точки в интернете или не проеду? У меня создается сразу же впечатление об этой территории. Кристина, к вам переходим. Я прошу прощения, но еще вот что точно должно управляться, Евгений, это каждый иностранец, кто приезжает к нам, должен суметь прочитать нечто, услышать нечто на английском языке. Поэтому улицы должны быть написаны по-английски, многие объекты должны быть написаны по-английски, станции метро должны объявляться, и карты метро должны быть тоже на английском языке. Вот это вот точно управляемо. Спасибо большое. Кристина, можно ли… Ну вы же госдеп, госдеп же всем управляет. Я же был в госдепе, мне же там все рассказывали. Так что не спрашиваю, можно ли управлять. Расскажите, как вы управляете общественным мнением в интернете и по всему миру. Ну революцию кто устраивал? Ну, вы имеете в виду, вообще, мы используем, ну, все площадки. Я имею в виду, мы на Facebook, мы на Twitter, мы на Instagram. У нас есть аккаунт на Foursquare. Все мы используем. И я полно согласна с вами о том, что обязательно, что город будет доступнее. Или на английском языке, как Михаил сказал, или вообще по интернету должен быть больше информации о городе для иностранцев, даже для жителей с детства Екатеринбурга. Как мы можем знать о том, что происходит сегодня вечером? Ну, то есть вы считаете, что управление имиджем территории в интернете – это прежде всего предоставление полной информации о территории в интернете. А как же какие-то секретные методы управления общественным мнением? Ну, как мы работаем, мы только хотим открыть город для иностранцев, для американцев. Я имею в виду, я хочу, чтобы каждый человек знает о наших мероприятиях. Я хочу, чтобы каждый человек знает, где можно найти меню по-английски, например. Это наша задача. Может быть, это маленькая задача, но мне кажется, помогает. Спасибо большое. Но должен заметить, что я стал замечать больше явно иностранных туристов, которые, ну, их видно хорошо в толпе, хотя потому что они идут с картами. Вот они идут с картами по городу. И у меня большое желание подойти и спросить, помочь. Но как-то вот они сами разбираются. Евгений Потапов хотел что-то добавить коротко по управлению общественным сознанием. Да, я как раз вот к языкам. Но в Мюнхене все аппараты, которые продают билеты на общественный транспорт, уже русифицированы. И поэтому, собственно говоря, любой русский человек, не знающий немецкого языка, сможет абсолютно спокойно купить себе билет и перемещаться по Мюнхену, как он хочет. На Брайтоне? На Брайтоне в Нью-Йорке? Он будет об этом рассказывать всем, как я сейчас это делаю. И, собственно говоря, вот это и есть та инициация изменений, которая потом и будет расходиться через социальные сети. Если в Нью-Йорке, когда ты покупаешь билеты метро, там английский, испанский, на Брайтоне английский, русский, испанский. Там все, там по-русски. Там написано, там всовываешь, что написано «ты вставила». Ну, то есть кто там переводил, я не знаю. Ты вставила доллар. Спасибо большое. Михаил Пономаренко, Радиджитал. Как можно, напоминаю, тема, как можно управлять имиджем территории в интернете. Ну, от Госдепа мы, кстати, ничего не услышали. Только от максимальной открытости. Все. А как вы устраивали арабскую весну? Они использовали твиттер, на самом деле. Очень грамотно. Ну, я здесь полностью соглашусь с коллегами, что, на самом деле, для того, чтобы продвигать территорию, во-первых, необходимо выделить цели. То есть, если, например, мы говорим о продвижении, скажем, Екатеринбурга как некого города, привлекательного для бизнеса, пишется стратегия, пишется месседж, где говорит, скажем, там, Екатеринбург, открытый город для бизнеса, выбирается соответствующие площадки методы продвижения, и мы уже начинаем там работать. В любом случае, ну, это мое, конечно, мнение персональное, что если мы говорим о том, что социальные сети очень сильно повлияли на то, как люди потребляют контент, ну, я уверен, что большинство из вас там по утрам, по вечерам открывают ленту ВКонтактике, читают твиттер и зачастую получают новости оттуда. Поэтому это, в принципе, действительно пошло в Соединенных Штатах, и сейчас в многих странах этот тренд усиливается. А, то есть вы идете в то поле информационное, которое удобно для ваших пользователей, то есть если, например, вы знаете, что вам… Можно я просто поправлю чуть-чуть, попытаюсь доформулировать. Мы идем в средства массовой информации, если мы говорим о получении информации, которую мы сформировали сами. Потому что ленту мы формируем сами. Ну, смотрите, есть, скажем, лента официально. Окей, вот почему, например, очень многие читают на самом деле не Е1, а, например, типичный Екатеринбург, да, потому что… Ну, окей, или, например, официальный портал. Есть еще такой определенный психологический барьер у человека, что когда он заходит на официальную страницу чего-то, это вроде как официально, а вдруг я чему-то не то скажу. А когда мы говорим о неком таком, ну, informal, да, понятно, что без нецензурной лексики, а именно то, что это более такое, ну, открытые люди. Я-то имел в виду то, что если, ну, окей, город Нью-Йорк, там, город Лос-Анджелес, Берлин, если посмотреть, зайти на их официальные странички, они присутствуют во всех социальных сетях, используют очень много сервисов. И у них открыто, так называемый, вот этот вот краудсорсинг, краудплатформа. Там вот в Нью-Йорке, по-моему, у них даже есть такой хэштег, типа «Визит Нью-Йорк, поделись с нами». То есть они максимально привлекают людей в дискуссии, потому что социальные сети – это дискуссия. Вы общаетесь с людьми, потому что время, когда вы говорили, эти молчали, ну, оно все прошло. Сейчас это некий равный диалог. Поэтому, ну, мое мнение, что нужно действительно идти на те площадки, где присутствует там аудитория, говорить с ней, общаться и, безусловно, поддерживать проекты, потому что каждый проект вот создается… Как это должно выглядеть? Люди, нанятые мэрией, идут на эти площадки и там общаются? Ну, я бы сказал так. Ну, во-первых, это некая поддержка… Я не говорю про финансовую. Я имею в виду, может быть, некая моральная поддержка, некая информационная поддержка тех проектов, которые формируют положительный имидж. Ну, проще говоря, есть сайт на китайском языке, посвященный Екатеринбургу. Есть там газета на английском. Мы взяли, про нее написали у себя. И просто как-то периодически показывает, что у нас есть еще вот такие ресурсы. Ну, и, безусловно, это работа с лидерами мнений. То есть это не ботоводство, потому что ботоводство – это зло. Есть лидеры мнений. Там называйте их там блогеры-тысячники. Не знаю, там у меня в Фейсбуке по тысяче друзей. Есть просто те люди, которые действительно формируют мнение и от… ну, на чьем мнение, скажем так, ориентируются. Почему, например, очень многие компании проводят так называемые там блога-туры? Окей, сейчас очень сильно влияние так называемых отзывов. Сервис Flamp. Вы где-то были, напишите отзыв. И люди ориентируются на отзывы. Да, ребята, я сам написал как-то отзыв в нехороший ресторане. Мне позвонили, через 20 минут извинились. Понимаете, это работает. И если, например, мы говорим о том, что да, почему бы, например, не использовать там данные отзывы для того, чтобы делать нашу среду лучше. Но для этого подходит идеально вот эта формула краудсорсинга. И здесь можно использовать как лидеров мнений, как официальные ресурсы, и может быть некая там поддержка тех ребят, которые делают это сами, там по собственной инициативе. Вот в чем разница между формированием общественного мнения вне интернета или до интернета и в интернете? Вне интернета или до интернета это происходило с помощью нескольких средств массовой информации. Это телевидение, несколько каналов, несколько основных газет. И аудитория получала одну и ту же информацию. Сейчас аудитория получает информацию разную, причем сама выбирает, что получать. Но фильтрует, да, фильтрует. Да. Вот в этой ситуации все-таки управление возможно или, ну, это некое воздействие, ну, вот у нас идет, волны накатывают на берег, но мы можем поставить камешек, и вот в этом участке волны будут как-то по-другому себя вести. Но в целом мы не можем повлиять на эти волны. Или мы можем этим управлять? Ну, мы можем, скажем так, мы можем на них повлиять, инициировав, например, какие-то вещи, которые будут для нас полезны. Инициировать там обсуждение, потолкнуть людей к тому, что, например, ну, окей, если, например, вы зайдете на площадку социальности какого-нибудь там хорошего банка, 100% вы найдете вот такую тему. Ребята, у вас есть что предложить, например, что-то улучшить? Вы нам скажите. Мы это улучшим, еще за это вас поблагодарим. Почему бы не делать то же самое? Вот, если не ошибаюсь, вот когда было наводнение в Нью-Йорке, Блумберг у себя в Твиттере написал, там, ребята, вот спасибо всем волонтерам, если, например, вы хотите еще вот что-то предложить и так далее, говорите. То есть мы вам поможем, да, и вы нам тоже помогаете. То есть вот это некий обоюдный диалог. В этом нет ничего сложного. Ну, соответственно, если мэрия Екатеринбурга, мы же говорим о продвижении Екатеринбурга, скажет, ну, и есть такое, насколько я знаю, и есть на сайте, где тушат. А по советности скажите нам, что плохо, вот где дороги нам залатать. Ну, да. Но эти дороги не будут залатаны, тогда это сработает, наоборот, в минус. Ну, здесь уже именно необходимо сделать так, чтобы это все было сделано. Потому что нет ничего хуже, когда вы для пользователей что-то пообещали и не сделали. Второй раз он к вам не придет. Спасибо большое. Михаил Бродский, короткое добавление, пожалуйста. Абсолютно право насчет того, что мы сработаем только в минус, если мы оставим комментарий и никаких последствий не будет. За полтора года до Шосса я лично передал мэрию города весь список городских объектов на английском языке с объяснением принципов передачи на английском языке. И за полтора года, чем я лично очень горжусь, за полтора года до Шосса я это все передал. Иногда мне кажется, что они этим списком пользуются, но чаще мне кажется, что этим списком не пользуются. А сколько у нас улиц написано на английском языке, вы сами знаете. Данил Силантьев, можно ли управлять формированием имиджа территории, в данном случае Екатеринбурга, в интернете? Я пока не могу, вот из того, что я услышал, я пока не могу для себя решить, все-таки это управляемый процесс или неуправляемый? Вопрос в том, что социальные сети и пространство социальных сетей, оно ведь, это не сферический конь в вакууме, оно привязано к той объективной реальности, которая нас окружает. Если вы там взялись целью продвигать какую-нибудь Венесуэлу, и у вас там каждую ночь на улицах наркоторговцы 100 человек режут, ну вы не сможете положительный имидж сформировать, ну никаким образом. Соответственно, ну если город реально развивается, и есть те точки привлечения внимания, которыми можно хвастать, которые можно показывать, и те точки роста, которые реально существуют, то мы можем говорить о том, чтобы продвигать их быстрее, о том, чтобы привлекать к ним внимание несколько больше, чем они его привлекали бы сами по себе. То есть мы не можем идти против шерсти, против всей тенденции. Но вот в нюансах подвигать, и там вовремя, когда человек колеблется, сказать ему именно то, что нужно, это сделать реально. И тем более вот именно сейчас эпоха развития социальных сетей, когда мы можем дотянуться до каждого заинтересованного, мы уходим от СМИ, уходим от средства массовой информации, когда там один человек в рупор вещает на всех. Вот мы приходим к диалогу, к медиа, когда мы выступаем некими посредниками в том, что люди хотят делать, в том, о чем они обсуждают, что они разговаривают. И вот сейчас есть возможность в этот разговор вмешиваться и немножечко, потихонечку его подвигать в ту сторону, в какую нам необходимо. И вот я бы еще хотел такой нюанс задвинуть, что администрация Екатеринбурга и официальные органы не одиноки в продвижении. И краудсорсинг, это не всегда краудсорсинг, ну вот просто с огромным количеством жителей. Это должен быть краудсорсинг хотя бы с тем, кто уже что-то делает. Ну вы знаете, например, Уральский федеральный университет пару месяцев назад был признан лидером среди всех вузов России по продвижению в интернете. Ну логично после этого задружиться официальными аккаунтами администрации и университета. По факту этого не происходит, хотя это было бы полезно обеим сторонам. То есть ну вот в данном случае там мы сами себе злобные буратины, то есть не вытягиваем пользу там, где ее можно взять. Вот давайте сначала начнем, сделаем самые простые вещи, а потом уже будем думать о сложных метриках управления там общественным мнением в Цинциннате и про Екатеринбург. Все-таки управляемый процесс или нет? Да или нет? Слабоуправляемый. Ну вы понимаете, слабоуправляемая машина – это машина, летящая в квет, в конце концов. Слабоуправляемый поезд – это управление ускорением, но не право-лево, вот так вот. А, ну то есть рельсы-то должны быть проложены. Рельсы задаются объективной реальностью. Вот если город разрушается, его бесполезно продвигать. Если он строится, он все равно будет сам по себе наращивать положительную инерцию вокруг себя. Понятно, спасибо большое. Сейчас мы поговорим о том, как увеличивать посещаемость страниц, где можно найти какую-то информацию о Екатеринбурге в частности, ну в принципе об образе территории. Вы как считаете, можно ли управлять вашим мнением в интернете, можно ли управлять какими-то способами на уровне, да или нет? Можно вас спросить? Управлять можно, да. Ну может быть скажите тогда как, вот вами. Ну я бы в данном случае порекомендовал делать привязку к каким-то интересным мероприятиям, приглашениям, фестивалям, то, что интересно конкретному пользователю каждой сети. Каждый увидит, он заинтересуется. Соответственно, он будет или прислушиваться к этой странице, либо какое-то иное мнение о ней формировать. Спасибо. Можно у вас спросить? Вашим мнением, как вы считаете, можно ли управлять, или оно неуправляемое вообще? Я считаю, можно управлять вполне. То же самое, разнообразные мероприятия, которые происходят в городе, вылаживают информацию, да, в ВКонтакте, в Одноклассниках, в Твиттере, и тем самым интересуют общественность. Спасибо. А ваше мнение можно управлять, как вы считаете? Управлять, в принципе, можно мнением любого человека, вопрос только один. Надо учитывать его психологические особенности. Вот все. Ну да, да, таргетинг. Таргетинг никто не отменял. Контент. Привлечение. Контент позже. Привлечение, внимание. Как можно увеличивать посещаемость страниц? Евгений, ну с вас тоже начнем. Позволите? Или с того конца вам будет конфу. С того конца. Хорошо. Тогда, Даниил, с вас. Как можно увеличивать посещаемость страниц? Где что-то говорится, как-то формируется образ территории? Понятно. Ну, посещаемость страниц – это же не та серебряная пуля, которая спасает наш имидж в интернете. Вопрос не в посещаемости конкретных страниц, а в том информационном влиянии, которое наши странички в Фейсбуке, ВКонтакте, в Твиттере оказывают на сообщество. И оно не всегда напрямую коррелирует с количеством подписчиков. И мы можем, например, отслеживать эту ситуацию в банковской сфере. Есть банковские аккаунты, у которых десятки тысяч фолловеров, и которые никого не интересуют. Есть банковские аккаунты, где там считанные тысячи, их все ретвитят, цитируют, с удовольствием на них ссылаются. И именно по ним судят о том, насколько банк продвинут. Здесь ситуация ровно та же самая. Для того, чтобы аккаунт был востребован, и его информационное влияние росло, он должен быть релевантным. То есть он должен соответствовать интересам пользователя, которые его читают. И это говорит о том, что не нужно делать официальный аккаунт администрации. Он, скорее всего, кроме больных сфер ЖКХ, ничего не должен освещать. Но должны быть десятки аккаунтов, посвященные различным сферам жизни города. И каждый из них будет попадать в сферу интересов конкретного человека. Архитектура – хорошо. Здесь мы пишем про архитектуру, здесь мы про нее общаемся и попутно рассказываем, какой прекрасный Екатеринбург. Развитие IT-рынка – хорошо. Вот отдельное место, где мы говорим об инновационных сферах, о тех роботах, которые придумали в Екатеринбурге. Туризм в Екатеринбурге – хорошо. Вот отдельный загончик для православных, которые ездят поклоняться святыням. Вот отдельно для туристов, которым интересны пещеры и сплавы по рекам. Это не должен быть один аккаунт. Это должна быть целая гроздь ресурсов, которые все работают на общую цель. И вот даже если посмотреть на опыт Госдепа, мне пару лет попадалась цифра, что у Госдепа около 270 аккаунтов в Фейсбуке, посвященных различным странам, различным интересам. И еще 270, которых вы не подозреваете, что это Госдеп. Я думаю, за два года их стало к 2000. Стоимость заведения аккаунта ниже плинтуса, поэтому главное понимать, с кем мы разговариваем. Общение в социальных сетях – это всегда человек к человеку. Данил, что прежде всего привлекает? Информация, мнение? Что? Прежде всего человек привлекает человека. Вот большинство мертвых аккаунтов, например, в том же Твиттере, это аккаунты, наполненные автоматическими сообщениями, например, нотификациями с сайта. У нас опубликована новая новость, заголовок, ссылка. Аккаунты, которые живут, в которых люди общаются друг с другом, это совершенно другое качество. Именно они наиболее интересны и востребованы в пространстве социальных сетей. Это же социальная сеть, это люди с людьми общаются, а не роботы с роботами. Ну иногда роботы с роботами. Между прочим, длинные диалоги получаются. Ну да. Спасибо большое. Михаил. Ну да, тут уже добавить нечего. Я просто скажу на самом деле, в первую очередь это должен быть интересный контент, и у людей должна быть возможность задать вопрос, получить ответ или вообще общаться. Потому что по опыту скажу, что к нам приходили клиенты и говорили, вы знаете, мы создали группу ВКонтакте, мы пишем о том, какие у нас замечательные кирпичи или цемент, только абсолютно непонятно, зачем это читать пользователям. Если не лень, можете в гугле набрать, это вообще фейл был великолепный, группа любителей башенных кранов. Вот вы бы стали подписываться на группу любителей башенных кранов? Ну, наверное, нет. А там было 100 тысяч человек. Как раз ботов. Просто суть в том, что должен быть действительно релевантный контент для вашей аудитории. То есть если там иностранцы, которые читают страницу в фейсбуке города, им интересно почитать там о храме на крови, например, вот мы видим, да, такие вопросы часто попадаются. Вот расскажите про это или там расскажите про историю, там, а вот у вас есть вот конструктивизм. Вы должны говорить про это и самое главное дать людям возможность общаться. Потому что нет ничего хуже, когда человек задает вопрос, остается без ответа, либо ему дается вот какой-то рафинированный там ответ. Приезжайте, сами посмотрите. Ну, спасибо. Вот. Ну и безусловно, опять же, полностью поддержу Данила, то что для каждой сферы, да, есть там своя целевая аудитория, вы должны с ней работать. Вот и все. Ну, то есть это должен быть живой аккаунт, первое. И второе интересная информация. Ну да, и еще раз просто перейду в пример, что на самом деле, вот я думаю, вам тоже такие группы попадались в ВКонтакте, например, вы смотрите, там 100 тысяч подписчиков, один пост собирает там 3 лайка, но такого быть не может, если эти все люди живые, но это невозможно, чтобы так мало было отдачи, значит, здесь что-то не так. Уж пускай это сообщество, в нем будет 500 человек, но оно будет настолько живое и настолько отдавать вот этой обратной связи, что его на самом деле будет и интересно читать. То есть туда человек заходит и видит. Пускай тут 500 человек, зато я вижу, здесь идет общение, нежели я захожу в группу, где идут скучные никому не нужные релизы, какая мы там картинка с котиком, и написано, если тебе нравится наш банк, поставь лайк. С чего вдруг? Спасибо большое. Кристина, как вы привлекаете аудиторию к своим проектам? Ну, обязательно помнить, что Facebook, Twitter, ну, вообще социальные сеты, они виды рекламы. Или я хочу, чтобы вы знаете больше обо мне, или я хочу, вы знаете вообще больше о гостепе, например. Обязательно, ну, обязательно помнить, что это ситуация. И тоже вы должны придумать о том, что вы можете получить влияние аудитории. Я имею в виду, мы знаем, что по Facebook, если будет фото, это 75% более эффективнее, чем слово. Придумайте об этом, потому что, если вы хотите, что аудитория, ну, посмотрела вашу информацию, совсем лучше сделать с фото, чем со словами. И, значит, для нас больше информации на Facebook, на нашем сайте, есть или с фото, или только фото. И, а потом мы хотим, что люди, ну, общаются с нами, или люди обсуждают о фото, о контенте. Спасибо. Михаил Бродский. Мы анализировали движение мышкой тех пользователей, которые заходят на наш сайт. И прежде всего пользователей из-за рубежа. И я бы сказал так. Два ключевых слова – это технология и интерактив. Причем технология – это не просто, ну, вот, так скажем, техника исполнения сайта. Да, но это тоже важно, там красиво всплывающие фотографии, какие-то эффекты. Это да. Но еще и техника подачи информации. Информация не должна быть скучной. Поскольку я еще и так, и преподаю немножко, я скажу так. Лекция должна быть не настолько скучной, чтобы от скуки докли мухи и студенты. Вот такую информацию люди воспринимают плохо. Поэтому информация должна быть, ну, как говорят сейчас, с элементом фана. Или во всяком случае в информации должно быть что-то, что цепляет глаз, что заставляет вас запомнить эту информацию. Поэтому это вот первое слово, ключевое – это технология. И второе – это интерактив. В тот момент, когда мы предлагали нашим пользователям оставить, включиться в наши блоги, начать форумы, вот тогда активность возросла. Поэтому по движению мышки я скажу так. У нас, например, на сайте смотрят больше. Это новости. Но новости, опять-таки, мы стараемся делать все-таки не скучно. И смотрят раздел фан. В фане смотрят фотографии. Иногда делятся и своими фотографиями тоже. И смотрят разделы what to see, where to go. То есть где хорошо провести время. Ну и форумы, там, блоги на втором месте. И так что еще раз скажу. Это технология и интерактив. Прежде всего ищут информацию или прежде всего ищут развлечения? Что на первом месте? Поскольку все-таки у нас на главной странице больше информации, но информации, еще раз повторюсь, не скучно поданной, то по движению мышки видно, что люди листают новости, смотрят и затем либо переходят в раздел фан, что обычно происходит, либо они еще раз заходят и в следующий раз приходят в раздел фан. Поэтому по структуре сайта я бы сказал, все-таки на первом месте это информация, на втором месте это фан. Спасибо большое, Евгений Потапов. Ну, давайте рассуждать логично. Логично рассуждать. Если ты повесил фотографию, тебе гораздо приятнее, как автору, когда ее посмотрело тысячи человек, нежели 10. Когда ты повесил какой-то текст, гораздо приятнее, когда его прочитало 100 тысяч, нежели, скажем, 30. И чем больше ты вызвал комментариев, перепостов, это все приятнее. Поэтому посещаемость – это составная часть влиятельности. И я думаю, что достаточно большая. И поэтому, естественно, особенно если мы говорим об органах власти, как заказчиках, для них посещаемость – это показатель, от которого они будут отталкиваться, в том числе и при бюджетировании. И отсюда как ее нагонять? Ее можно нагонять двумя способами. Это покупать за 7 долларов тысячу фолловеров в Твиттере, в любой конторе. А второе – это генерировать контент адекватной той социальной сети, где они пытаются это делать. И плюс делать диалог с пользователями, вовлекая все новых и новых. То есть, опять же, волнообразно. Где-то зацепочка прошла, зашли на ту площадочку, там пообщались, там, значит, их залайкали. То есть отсюда. Поэтому я думаю, что посещаемость – это, во-первых, конечно, критичный показатель, особенно, повторюсь, для органов власти. То есть способ – это вложение средств, вложение ресурсов в то, чтобы выстраивать диалог с реальными пользователями и как можно больше их привлекать. Это обязательно на первом месте диалог или все-таки содержание на первом месте? Потому что диалог – это процесс. Ну, они сначала инициируют что-либо, а потом, естественно, поддерживают диалог. Хорошо. Переходим к последней части нашего разговора. Сейчас мы поговорим… Вот сейчас я с вас начну уже, да. Мы будем говорить о генерации контента, о поиске контента, который нужен для того, чтобы формировать имидж аудитории. Где его брать, как его брать, как его обрабатывать, пережевывать, надо ли это делать. Это ваша специализация? Да, ну, я здесь попробую тогда опять встать на позицию власти, поскольку они являются инициаторами вот этого всего мероприятия. Есть, наверное, три основных способа. Первый – это генерация контента. Второй – это стимулирование пользователей самим создавать контент. И третий – это участие в диалогах и дискуссиях, то есть создавать контент вторичный по уже созданному контенту. И здесь мы прекрасно видим, что такое создание контента с точки зрения, условно говоря, управлителей территории. Это новостные поводы, это создание визуальных каких-то изображений, это создание первичного контента, то есть там всякие, ну, опять же, анонсы мероприятий и все, все, все. То есть, собственно говоря, с чем они справляются, для чего они создают все свои аккаунты. Второе – это стимулирование создания пользовательского контента, основного в социальных сетях. То есть это фактически инициация мероприятий, которые имеют потенциальную такую благоемкость, куда могут прийти люди и откуда создать там различный контент. То есть это может быть все, что угодно, опять же, в зависимости от ниш. Ну и третий способ – это мониторинг сетей и введение там дискуссий, то есть отражение точки зрения даже в конфликтных ситуациях, того, что думают управляющие этой территорией о людях. Ну вот здесь же можно совершенно просто сказать, вот у нас есть Е1, то есть если какой-нибудь нормальный иностранец зайдет в обсуждение новостей о том, какие у нас дороги перекрывают, то по лексике, по качеству дискуссии он может пить и просто в ужас. То есть неужели такие люди живут, то есть может там 50 тысяч комментариев один другого краша. И, собственно говоря, мы, опять же, по тому же Е1 можем судить там и по отзывам пользователей о власти, о чиновниках, там включая личные эпитеты и так далее, и так далее. И есть способ, то есть не может же чиновник сидеть и на все отвечать. В любом случае должны быть люди, которые будут вести диалог и что-то там высказывать обо свою позицию. Потому что в конечном итоге, что такое социальные сети? Социальные сети – это не доминирование какой-то одной точки зрения, не доминирование одного взгляда. Это предоставление возможности пользователю социальной сети выбора между различными точками зрения. И поэтому точка зрения территории такая вот, она должна всегда присутствовать. Но и при этом создавать возможность пользователям самим генерировать контент. Чем больше масштаба будут, тем лучше. Что пользуется большим спросом – информация или мнение? Ну, потому что вот в русской журналистике, отличие от американской, на первом месте информация, у нас на первом месте мнение. Ну, давайте скажем так, то есть у нас, в принципе, даже сейчас, вот если мы посмотрим, ну, это, конечно, не, это мое личное мнение, да, то есть, в принципе, обсуждение какого-то материала, оно становится иногда более существенным, чем сам материал. То есть материал вбрасывает какую-то тему, а уже туда приходят люди и начинают обсуждать. И мнения вот по поводу этого материала, особенно различные, да, они иногда бывают гораздо интереснее самого материала. Поэтому мне кажется, что, ну, это нельзя сказать, что то или то, но обсуждениями, именно обсуждениями, именно оценочными, экспертными суждениями, особенно, как вот были лидерами общественного мнения, то есть, ну, это вот этим пренебрегать нельзя, это надо инициировать. Спасибо большое. Михаил Бродский, как создавать контент, который будет продвигать в нужную нам историю, ну, естественно, имидж аудитории? Где его брать? Ну, во-первых, давайте себя спросим, опять-таки, на какую аудиторию мы работаем. И, опять-таки, я буду говорить только за свою аудиторию, так будет правильнее. Поскольку мы работаем прежде всего на англоязычную аудиторию, но мы разбиваем ее на две части. Конечно, это иностранцы, но и вместе с тем люди, которым интересен английский язык, кто хотел бы изучать английский язык и продвигать свой регион. Оказывается, что действительно то, что кажется интересно нам, бывает неинтересно им. И наоборот. Скажем, мы пишем много о литературном квартале. Любой справочник по Екатеринбургу, по Свердловскому, тогда еще возьми, посмотри. Да, литературный квартал. Иностранцы в своих форумах пишут, ну, что они там раздули? Ну, несколько домов, ну, некая там улочка, ну и что? Вы в Праге были? Поэтому на самом деле действительно есть такой вопрос. Мы поанализировали несколько сайтов. Есть такой интересный сайт в Чикаго, Екатеринбург Ньюз. Профессиональные журналисты пишут новости о Екатеринбурге. Они, видимо, получают их с наших новостных сайтов. Видимо, у них есть либо переводчик, либо кто-то билингвый работает. Мы пытались на них выйти, они не отвечают. Такие загадочные ребята. Мы пытались выйти с помощью генерального консульства, ничего не получается. Мы пытались выйти среди, имея экспатов в Чикаго, пока не получилось. Но вот интересные ребята, которые такие новости ставят на свой сайт, что, честно говоря, нам просто удивительно. То есть мы бы такие новости, ну, не знаю, может быть, 50% этих новостей мы бы поставили, 50% мы бы не поставили. С нашей точки зрения это скучно, это неинтересно. Ну, например, вы заинтриговали. Например... Да, скажем, да, спасибо, Михаил, что закупили, да, уральское авиалинин, закупили Боинги, которые будут летать в Европу. Это новые Боинги. И вот эта вот новость их привлекла. С нашей точки зрения, ну, закупили и закупили. Что с того? Но, тем не менее, эта новость их привлекла. Я полагаю, что действительно важно отбирать новости, исходя из аудитории. Мы по своей специфике стараемся отбирать некие новости про именно такие события, которые мы называем English Friendly. И мы делаем каталог English Friendly Places в Екатенберг. Для того, чтобы люди могли заходить в те места, где есть англоязычное меню, где есть англоязычные программы, где есть развлечения или просто люди, которые говорят на иностранных языках. И в этой связи я бы предложил вот как раз город администрации подумать о том, чтобы сделать такой раздел на своем сайте. Leave your comment или leave your question. Чтобы был, чтобы иностранцы могли тоже оставлять свои некие, ну, не знаю, ну, так сказать, размышления о городе, вопросы. Я знаю реально человека, который пришел в город администрацию, попросил аудиенцию, и у него был план развития Екатеринбурга. Этот человек был уже на пенсии, ему вот нечем было заняться, по его словам, и вот он решил помочь городу, в котором он жил на тот момент. Это было настолько странно, что хотя аудиенцию он получил, но вскоре он получил приглашение на собеседование, и, ну, в общем, через некоторое время он перестал жить в Екатеринбурге, потому что показалось очень подозрительным, почему это иностранные граждане хотят сделать Екатеринбург лучше, открытие, что это за странные иностранцы. Я бы поэтому сказал так, действительно, исходя из соображений аудитории, информация должна быть в целом, все-таки, я считаю, более позитивна. Не надо рассказывать постоянно о криминале, то, что делают у нас в новостях. Информация должна быть более эмоциональной, и действительно, когда мы готовим контент, мы как раз из соображений вот журналистики, мы переписываем, мы не занимаемся переводом, мы занимаемся рерайтингом. То есть мы берем некие новости, новостные события, и затем мы просто пишем по-английски, потому что для них действительно важнее информация, американским журналистам важнее не эмоции, а ответ на несколько вопросов, что произошло, где произошло, кто там был, почему это произошло. То есть так называемые 5W, what, where, why, who, ну и еще один вопрос, when, и еще вопрос how, то есть как это дальше поможет развитию, или как проехать до этого места, то есть вот заключительный вопрос how. Оказывается, действительно, наши методы журналистики, наше обучение журналистское, и американское видение, европейское видение отличаются. И вот когда мы ставим новости, мы вот об этом постоянно думаем. Это очень интересная, необычная составляющая для нас. Но я правильно понимаю, что ваша лента новостей, ну некая условно виртуальная, отличается от средней Екатеринбургской ленты новостей, потому что вы какие-то события берете, какие-то нет? Да, отличается. Вы формируете таким образом образ территории, не беря новости о криминале, беря новости о чем-то другом, более положительном? Да, мы все-таки стараемся не брать новости отрицательные, потому что, ну, их и без нас найдут. Поэтому чем, вот я не знаю, можно, понимаете, приехать там в Нью-Йорк, в Мюнхен, там, не знаю, в Софию, в любой на самом деле город, и потом рассказывать, кому что запомнилось. Ну, кто-то гулял, кому-то запомнился, вот, старинный город, хорошо, значит, вот, понятно, человеку интересная история. Кому-то запомнился муниципалитет, ага, значит, ты, братишка, значит, в сторону, вот, госслужб думаешь, там, может быть, там, там, вот, власть, там, Макееве или что-нибудь в ту сторону. Кому-то, извините, публичный дом запомнился, улица Красных Фонарей, ага, ты, братишка, фрейдист, понятно. И вот, на самом деле, там кому-то храм запомнился. И по тому, что человек видит, я считаю, человеку можно многое сказать. Отрицательную, вот, чернуху, отрицательный материал. Человек, если захочет, всегда найдет сам. И я считаю, что наша задача при продвижении региона не замалчивать, если будут вопросы, ответить. Но вместе с тем я считаю, что… Вот именно об этом я хочу уточнить. Не получится ли так когда-то в какой-то момент, что доверие к вашему ресурсу снизится из-за того, что пользователь не найдет там новости, о которых вот здесь все говорят, а у вас это как-то где-то или нет вообще, или где-то задвинуто? Ну, на самом деле, у нас там работает много иностранных друзей, и есть комментарии. Поэтому, если будет вопрос, конечно, мы отвечаем. Если будут комментарии по поводу… Ну, они есть, ну, конечно, это же объективная реальность. Но специально ставить информацию о том, что вот опять там ночью какой-то там пьяный автомобилист там сбил пешехода насмерть. Мы этого делать не будем. Спасибо большое, Кристина Хейнен. Как вы находите, где вы находите информацию для ваших площадок? Ну, сначала, если вы не против, я хочу говорить о том, что, ну, вы спросили, есть информация, есть мнение. Но, по-моему, мне кажется, без разницы. Я имею в виду, сейчас, в данный момент, мнение людей – это так, как информация. Потому что мы хотим знать больше о что-то, но в этом случае я хочу знать, что вы думали об этом. Потому что для меня это информация. Это не мнение. Потому что у вас есть, ну, личный опыт. Ну, по поводу... Особенно в социальных сетях, обязательно сказать. Мы хотим видеть, читать мнения людей. Ну, конечно, вы знаете, у нас есть сайт по интернету. Никто читает информацию. Никто не читает информацию на сайт, кроме людей, у которых есть интерес визы. Мы знаем этот. Это из-за этого у нас есть сайт по Фейсбуке. У нас есть сайт по Твиттере. Мы используем Инстаграм. В этом случае мы можем показать информацию, показать мнение. Обязательно знать вашу аудиторию. Обязательно знать их интерес. И в этом случае вы можете фокусировать на вопросах. Спасибо большое, Михаил Пономаренко. Контент. Где брать, как брать, зачем брать? Ну, на самом деле, если, там неважно, если мы говорим о продвижении муниципалитета или мы говорим о продвижении компаний в социальных сетях, то вам необходимо просто иметь некую стратегию, некий план на руках. Например, мы делаем всегда контент-план. По нему четко понятно, что мы будем писать, о чем мы будем писать, ставить. И чтобы не возникали, например, у редактора, каждый день там опросы. Окей, там, ребят, а про что пишем сегодня? Безусловно, стоит еще так же… Простите, я удачусь, то есть речь идет не о новостях в этой ситуации? Потому что как вы можете заранее это знать? Я бы не называл это новостью, все равно тут… Ну, есть вот такое замечательное слово «контент». Понятно, что у вас будет некая корреляция. То есть, вот если, например, мы говорим про проекты, которые идут в социальных сетях, например, ну, там для администрации. Понятно? Меня слышно, да? А, окей. Я просто к тому, что, например, у вас есть некая генеральная идея. Вот это некий месседж, который вы доносите. Это знаете, как, например, там у любого бренда. Там, скажем, миссия Coca-Cola делает вас счастливыми. Поэтому у них весь контент на любой площадке направлен на то, чтобы все коррелировало со словом «счастье», там, «хэппинес» и так далее. То же самое, например, там у… Маршируют шикарно, да. Сейчас они пройдут. Раз, два, три, четыре. Окей. А теперь, значит, если мы говорим о подаче контента, например, на площадках, ну, там, вот Екатеринбурга в социальных сетях, у вас есть некая линия, под которой построите вы сообщение. То есть, например, у вас должен быть очень красивый там визуальный ряд, где вы там рассказываете о городе. Плюс некая корреляция на текущие события. Ну, например, проходит какая-то выставка. Есть какое-то событие, которое показать не стыдно. Приехал какой-то интересный человек. То есть все вот эти вещи, они… Ну, понятно, что они влияют там на контент, но самое главное, что у вас есть вот этот так называемый контент-план, на основе которого вы делаете продвижение. Безусловно, стоит использовать пользовательский контент, потому что, во-первых, вы показываете людям, что вы обращаете внимание на то, что делают они. Вам не безразличны их мнения. То есть абсолютно нормально. То есть человек приехал, сфотографировал, ну, сделал какую-то интересную фотографию, не важно, там, города, там, улицы, например, да. Вы взяли, это поставили, подписали, кто это. То есть там кто автор, например, да, и еще и за это человека поблагодарили. А почему бы нет? Вот. Ну и, безусловно, если говорить, например, про контент на иностранных языках, там, на английском, на китайском, на немецком, ну, моя личная позиция, и опять же, она полностью совпадает с позициями коллег, то, что этот контент должен генерироваться носителем языка. Потому что нет хуже того, когда человек заходит на англоязычную страницу и видит там, ну, детские ошибки. Понимаете, ну, стыдно. Поэтому обязательно необходимо привлекать носителей языка для работы над страницей. Тем более, если мы хотим действительно сформировать там образ, как там Foreignish Friendly Open City. И тут же мы видим там в новости, там, опечатки либо использование слова, которое там из Шекспира 17 века. Вот. Ну, это мое мнение. Что главное? Резюмируйте. Главное по контенту? Да. Главное контент. Спасибо большое. Интересный контент. Данил Силанцев. Ну, сложно уже к этому что-то добавить, но я бы вот такой нюанс привнес. Что касается формирования контента, на мой взгляд, здесь главное даже не придумать что-то новое, а скорее правильно переупаковать то, что есть. Переупаковать его в интересах тех пользователей, которые у нас уже по факту есть, ну, в конкретном аккаунте, там, посвященном продвижению, либо тех пользователей, которых мы хотим видеть. Там есть новость про появление новых самолетов уральских авиалиний. Ну, значит, замечательно. Мы пишем, что в чудесный Екатеринбург стало лучше, комфортнее, удобнее добираться. То есть мы ее поворачиваем под каждую аудиторию немножко по-новому. А с точки зрения формата и манеры подачи, вот мне кажется, в дуализме мнения и информации, как это ни парадоксально, есть третий полюс. Это отношения. То есть мы можем не оценивать события, но мы можем к нему каким-то образом относиться. Для того, чтобы читатели с радостью знакомились с вашим мнением, ну, нужно завоевать некий уровень доверия, нужно доказать право на свое мнение и на его ценность. Оперировать голой информацией, ну, не очень корректно, потому что она очень сухая и нечеловеческая. А вот что делает аккаунт социальной сети по-настоящему привлекательным и интересным, это именно отношения. Там в Екатеринбург привезли 9 новых Боингов. Круто, мы теперь стали лучше. Смотрите, как мы радуемся, порадуйтесь вместе с нами. Ну, то есть вы подсказываете аудитории, как следует оценивать эту информацию. Да, и мы предлагаем, даже не просто информацию, мы предлагаем там зачастую некое переживание вместе. То есть давайте вместе радоваться за то, как интересно, как весело, как хорошо. То есть, опять же, эмоции ценнее, чем, собственно, сухая информация. В социальных сетях зачастую, да. Ну, это не значит, что все остальное плохо. Но вот именно для продвижения и формирования имиджа эмоция может выходить на первый план. Самое последнее. Заканчиваю уже разговор о продвижении имиджа территории в социальных сетях и в интернете вообще. Давайте попробуем коротко оценить, как осуществляется, хорошо или плохо, продвижение Екатеринбурга. Об этом мы, естественно, говорим в социальных сетях, в интернете вообще. И что бы вы посоветовали, ну, без ограничений для вашей фантазии, что бы вы посоветовали мэрии Екатеринбурга, Екатеринбургцам, которые лично в этом заинтересованы по каким-то причинам, для лучшего продвижения образа нашей территории? Вот так же. Начнем с вас, пожалуйста. Ну, с точки зрения оценки, за последние два года Екатеринбург в социальных сетях прошел огромный путь. Практически с полного нуля до заметного присутствия. И это его довольно заметно выделяет по сравнению с другими городами, которые до подобной работы зачастую просто не дозрели еще никак. И это круто. А с точки зрения дальнейшего развития этой деятельности, я бы все-таки предложил забыть о том, что мы работаем только с аудиторией, которая хочет знать, что такое Екатеринбург. Она и так узнает без нас. Надо работать с пограничными интересами, с интересами к IT-отрасли, к конструктивизму, к туризму, к судьбе царской семьи, к Ельциной и так далее, и так далее. То есть плодить множество аккаунтов под разные мелкие целевые аудитории. Ну, то есть начинать с того, что Екатеринбург – это город на границе Европы и Азии, вот это уже не надо, это уже знают. Или как? Это единичный, единоразовый интерес. Я узнал, что Екатеринбург – город на границе Азии, а кроме него есть еще другие города. Интерес закончился. А вот может быть интерес к экологическому туризму. Он есть постоянно. И мы можем продвигать Екатеринбург на определенную аудиторию как лучшее место для старта туристических туров по Уралу. Или для исторических туров. Или для индустриального туризма, который во всем мире набирает обороты. Где вообще про индустриальный туризм в Екатеринбурге кто-то что-то сказал интересно. Вот отличная пустая ниша. Спасибо большое. Михаил, как оцениваете и что посоветуете? Ну, да, на самом деле с Данилом соглашусь. Администрация, конечно, сделала огромный прорыв. Начав с нуля, сейчас вот придя в социальные сети, я бы сказал, что необходимо продолжать в том же духе и может как-то делать там более смелые шаги. Потому что, например, другие города ограничиваются, как правило, просто поддержкой неких своих мероприятий. И очень редко решаются на вот такое именно комплексное продвижение. Более того, конечно, не бояться диалогов. Да, будет критика, но тогда, понимаете, зачем идти в соцсети. То есть или вообще тогда сидеть молчать, либо на самом деле быть готовым к тому, что вас люди, ну, вас там люди будут спрашивать и задавать какие-то неудобные вопросы. Но в этом нет ничего страшного. Это социальные сети. И при грамотной там работе с аудиторией вы же получите еще больше плюсов, потому что вы получите, ну, как мы их называем, там, лидеры мнения или там адвокаты бренда. То есть это те люди, которые совершенно бесплатно, абсолютно бескорыстно. Только, говорит, вот я из Екатеринбурга, вот у нас есть вот такие замечательные, вот там вот, скажем, я вот подписан на Twitter там вот администрации. Вот здорово, например, вот эта вот классная новость. Да, я вот горжусь тем, что именно в Екатеринбурге там может быть экспо или там будет там чемпионат мира по программированию. То есть и именно не бояться работать, там слушать аудиторию. И, конечно же, там, может быть, не то, что не экспериментировать, а четко понять, в каких сегментах необходимо присутствие в первую очередь. То есть вот где есть вот этот вот, ну, лэг, да, вот этот вот провиз, и куда нужно уже заходить сейчас, чтобы быть первым, либо там быть именно лидером. Сказать, вот, ребята, ну, вот, да, там экотуризм, там конструктивизм, там и так далее. Раз этого нет, так почему бы не сделать самим? Спасибо большое, Кристина. Кристина, как вы оцениваете наше продвижение и что вы можете нам посоветовать? Ну, конечно, мне кажется, есть совсем больше информации, чем был даже год назад. Ну, замечательно. Ну, если я говорю о моем совете, есть два пункта. Сначала обязательно, что все будет доступно, что я имею в виду. Например, сайт Инопрама. Можно читать по-английски. Замечательно. Но когда я сделала регистрацию, все было по-русски. Слава Богу, я понимаю по-русски. Но если я не понимала по-русски, не было возможности сделать регистрацию. Нужно помнить об этом. И, второй, обязательно участвуют на каждой площадке. Я имею в виду, у каждого человека есть любимая социальная площадка. Может быть, я предпочитаю читать на Twitter. Значит, Екатеринбург должен иметь шорт-аккаунт по Twitter, потому что несколько людей хотят читать о Екатеринбурге на Twitter. Facebook, Instagram, Pinterest, все. Потому что в этом случае вы можете общаться с каждым человеком. Спасибо большое. Михаил. Когда-то Аркадий Михайлович Чернецкий сказал, что чисто не там, где убирают, а чисто там, где не сорят. И поэтому действительно можно много говорить о том, как бы этот город и регион сделать привлекательным для иностранцев. Но на самом деле привлекательным сделает именно сама ситуация. Поэтому главное, чтобы были вот это вот дружественные отношения, начиналось не с вешалки, а с мэрии. Чтобы были сайты на английском языке. Чтобы иностранец мог зайти и зарегистрироваться. Вот Кристина как раз меня опередила с этим комментарием. Сайты, название улиц, объявления в транспорте. Причем, надо сказать, я опять-таки лучше сфокусируюсь на положительном на чем-то, чем на отрицательном. Ситуация, скажем, в том же Будапеште хуже, чем у нас. Потому что если сюда приезжают иностранцы и говорят, it's all Greek to me, для меня это все по-гречески, то есть для меня это все непонятно, и они даже не знают, насколько они правы. Но в Будапешт они приезжают или в Прагу, они пытаются прочитать, им кажется, что это английские буквы, но прочитать им все равно ничего не могут. И ситуация усугубляется тем, что, скажем, в Будапеште, которая претендует на то, чтобы быть европейской столицей, действительно очень мало надписей на английском языке. Другое дело, что если вы там встанете с картой Будапешта и сделаете идиотское выражение лица, то к вам сразу же кто-то подойдет и сразу же заговорит с вами по-английски. Вот это удивительно. И чем более идиотское выражение лица, тем быстрее к вам подойдут. Я пробовал, работает. Здесь у нас… Я бы забрал там толпы просто. Но при этом может подойти от подростка до бабушки. И причем бабушка иногда познает, что вы из России, и начинает говорить по-русски, что тоже приятно. Поэтому общая ситуация с английским языком. Понятно, что это не дело мэрии, это дело следующего поколения, которое приходит. Но дело мэрии – это сделать сайты, те сайты, на которые могут заходить иностранцы, сайты ФМС, ну понятно, что это разные службы, тем не менее, сайты на английском языке, регистрация на том же инопроме на английском языке. Дальше оставить комментарии, то, что я уже говорил, я сейчас подытожу тоже, вывески, улицы, транспорт и объявления. Вот это то, что город может реально сделать. Это не дорогостоящее занятие, это все не столь трудоемко, и главный материал уже наработан. Спасибо. И Евгений Потапов заканчивает нашу дискуссию. Ну да. Ну, общая оценка. Ну, естественно, Екатеринбург сделал очень мощный рывок. То есть наша благосфера сейчас одна из самых таких бесшабашных, веселых, интересных. То есть у нас блогеры наши в топе в федеральном. Вот. И я абсолютно, что делать дальше, то я абсолютно подсоединяюсь к мнению уже высказанному. Следующий этап развития – это космополитилизация через английский язык. Как это делать? Переводить контент, то есть, может быть, спонсировать какие-то наиболее значимые ролики ютубовские, то есть что-то переводить на английский язык, может быть, на какой-то грантовой системе. А вообще это вот привести какую-то большую социальную кампанию, что очень хорошо учить английский язык, а еще лучше писать на нем в социальных сетях. Нет, в данном случае хорошо учить русский. Но это два языка тоже не помешает. А еще и китайский. А вы реалист, батенька. Спасибо большое. Я надеюсь, что это было интересно. Мы заканчиваем. Евгений, Михаил, Кристина, Михаил, Даниил. Спасибо вам огромное. Спасибо. Все? Спасибо.